В музее Торума открылась выставка «Отеры Великой Победы». Все подробности мы узнаем у методиста по образовательной деятельности музея Дарьи Татарина. Доброе утро, Дарья. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, начнем с того, с ликвидации безграмотности, скажем так. Что означает слово «Отеры»? «Отеры» мы назвали участников Великой Отечественной войны. То есть это так и переводится? Да, это переводится «богатырь», очень сильный, духовно сильный, физически сильный воин, который совершил подвиг для своего народа и остался в его памяти. Это на языке ханты, получается? Это на эсмантийского языка переводится «Отеры». И, получается, выставка рассказывает о богатырях Великой Победы. Да, «Отеры Великой Победы». В нашей выставке мы рассказываем о наших земляках, воинах, богатырях нашей Родины, которые защищали героически свой народ и свою Родину. Ну, и сколько было именно этих богатырей, сколько было этих героев? Ну, достаточно большое количество. Да, ну, у каждой территории свои герои, свои богатыри, свои Родины. И вот мы рассказываем... Этот проект у нас проводится впервые в этом году. И мы рассказываем, наши коллекции представлены музейной из частных коллекций семейных. И также нам предоставил очень большой материал Саранпаульский краеведческий музей. Получается, речь идет о людях, о героях, которые с нашей югорской земли ушли на войну в те страшные годы. Так, я правильно понимаю, что именно эта выставка, она посвящена героям именно Саранпаульской территории и близлежащих. Ну, да, и всей территории нашего края. Ну, вот в этом году мы представили Ханты-Мансийского района, героев Великой Отечественной войны, и Саранпаульской территории. Так как нам представили Саранпаульский краеведческий музей, предоставил вот большой такой свой проект «Птицы светлой памяти». Так, вот вы пришли не с пустыми руками. Да, это книга, да? «Птицы светлой памяти». Получается, целью их проекта было сбор информации о фронтовиках, ветеранах Великой Отечественной войны, которые ушли на войну с Саранпаульской территорией. И вот результатом реализации их проекта послужил выпуск вот такой вот книги, которая содержит в себе информацию о 338 участниках Великой Отечественной войны. Ну, можно сказать, полоса, да? Каждая посвящена какому-то отдельному персонажу, герою. Да, и вот эта книга и материалы, они представлены тоже в нашем музее. И на выставке, кроме фотографий, можно тоже, да, истории какие-то наблюдать, кроме того, письма, документы тоже сохранившиеся. Да, документы, да. Очень большой материал нам вот предоставили. Так, и все, и все, и все эти экспонаты, все эти фотографии, все эти материалы представлены как раз вот на этой выставке. Да, наша выставка. Она уже функционирует, эта выставка? Да, выставка начала свою работу с 5 мая. Ну, как раз готовили открытие ко Дню Победы, я думаю, да? Да, да, и она продолжает свою работу до 9 июня. Хорошо, вот насколько мне известно, сейчас, так как эта выставка посвящена героям Хантыского района, Саранпаульского, это будет далеко не последняя выставка. Да, в дальнейшем мы планируем дальше развивать и охватывая уже территории всего округа нашего. То есть собрать информацию о всех, о всех героях. Да, о всех героях. Ну, вот если у нас позволяет время, Дарья, могли бы вы, мы знаем, что ваш родственник тоже принимал непосредственное участие в войне, могли бы вы рассказать? Да, я рассказывала в выставке о своем прадедушке Пухленкине Илье Петровиче, который родился в деревне Сахали Сургутского района. Он до войны работал помощником уполномоченного Остякова-Гульского отдела милиции. Когда началась война, он просился на фронт, но его не брали, так как у него была бронь. Но в 1941 году ему удалось добиться своего, и он воевал, его направили в Волоколамском направлении воевал. Вот, в должности разведчик, рядовой разведчик он был. И, ну, в 1942 году его ранило. Тяжело ранил. Ранен он был и потерял зрение на оба глаза. Вот, потом вернулся домой в Ханты-Мансийск и начал жить. То есть, вот для него война закончилась не без потерь, конечно, но, к счастью, он выжил. А эту историю, получается, вы узнали из первых уст, он сам это рассказывал. Да, он... Это бесценно, конечно. Да, он, получается, ушел из жизни в 2012 году, на 1998 году жизни. Ну, вот есть какая-то цифра, Максим уже задавал вопрос, повторюсь, цифра, сколько героев из Югры ушло тогда на войну? То есть, примерно. Поттеров сколько было? Ну, очень много, как я еще раз скажу, что в каждой территории было очень много своих героев. То есть, нет, да, вот таких данных? Ну, скорее всего, нету. Я предлагаю посетить все выставки, которые будут в музее. И посчитать. И посчитать всех этих героев. Давайте еще расскажем и пригласим всех гостей и жителей Югры к вам на мероприятие. Музей Торума. Выставка проходит ежедневно? Да, ежедневно, да, с 9 утра до 5 вечера. И с 5-го начала фонтанер до 9-го июня. Это очень важно, не забывать своих героев и после того, как прошел День Победы, и после 9-го мая. Поэтому все добро пожаловать в Музей Торума. Дарья, вам хорошего продолжения дня. Спасибо. С наступившим уже Днем Победы еще раз поздравляем, а к вам скоро вернемся. Спасибо.